Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать заметки по геостратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня у нас банкирско-ростовсическая аристократия. Раздел «Геостратегия». Одной из самых распространенных ошибок в геополитических построениях является неспособность или нежелание встать на позиции других игроков, разобрать и отрефлексировать их мотивы, цели, ограничения, логику мышления, принципы принятия решений, погрузиться в иную антологию мировоззрения. Наиболее заметно это в отношении сетевых держав, одной из которых является иудейский проект. Для понимания и стратегирования за последней помогает изучение деятельности трансконтинентальных корпораций. Иудейский проект состоит из нескольких групп, одна из которых – кластер иудейзированных банкирско-ростовсических семей или кланов, исторически специализирующихся на контроле наднациональных потоков капиталов. Внутренние потоки им менее интересны, так как риски влияния национальных государств высоки, всегда может произойти зачистка внутренней монетарной политики. Контролировать чужие активы и долги – хлопотное дело. Этим занимается Финэнтерн и кластер транснациональных корпораций. Банкирские семьи следят за прохождением потоков, собирая с каждого свою долю малую. Большая часть этих семей относится к умным деньгам, что обрели значительное влияние и капиталы 150-300 лет назад. Примечательно, что история многих из них проходит транзитом через Венецию и протестантские земли Европы, где они обрели капиталы и немецкие фамилии, соответственно. Взлету сопутствовала деятельность в качестве управляющих, банкиров, минял и ростовщиков, приближенное положение к европейской земельной аристократии – правителям. Обретя активы, эти иудизированные семьи довольно быстро стали независимы, сформировали собственную параллельную систему власти, став своего рода банкирско-ростовщической внегосударственной аристократией. Бывшие сеньоры и покровители из числа монарших домов давно потеряли власть и влияние, а банкиры-ростовщики укрепили свое положение, в том числе помогая разрушать монархические государства. В настоящее время можно выделить два-три десятка влиятельных банкирских семей или родов, связанных родственными узами, общими проектами и интересами. Из-за недостатка открытости, отсутствия демонстративного поведения и использования скрытых сетевых механизмов власти, объективная и правдивая информация о них ограничена и искажена, что создает замечательное пространство для домыслов, спекуляций, легенд и преувеличений. Публичные перечни кланов семей содержат имена Барухов, Варбугов, Кунов, Ротшильдов, Шифов, Оппенгеймеров и других. Одни не сильно скрывают и даже приоткрывают внутрисемейные принципы, например, Ротшильды. Упоминания среди других вымарываются из публичного пространства. Однако все же можно проследить, что по мере зарождения и роста влияния очередной семьи она через некоторое время начинала плотно сотрудничать с другими банкирскими семьями, участвовать в общих проектах, заключать браки и т.д., становясь частью единой традиции и смыслов, в основе которых лежит иудаизм, но не как религии, а как образ мыслей и мировоззрения. Фактически банкирские иудаизированные семьи сформировали закрытую культурно-этническую подсистему, практически полноценный субэтнос. Им не нужна власть и управление над странами и людьми, им безразличны судьбы остальных людей. Они стремятся определять правила игры в мире, использовать страны, правители и народы в качестве инструментов. Пытался ли русский помещик доказывать крепостным свой статус? Нет. Вот примерно так люди этой общности игнорируют мнение мира, живя над ним. В основе власти банкирских семей, не владения землями, активами или долгами, им важен контроль системы прохождения потоков. Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать заметки по геостратегии. Вторая часть – банкирско- расставщическая аристократия. Продолжаем. В отличие от привычной аристократии, для этих семей или кланов характерно отсутствует мэррат или дробление при наследовании. Активы семьи или клана неделимы и являются общей собственностью. Управляют самые подготовленные, умные и мотивированные из всего состава родственников активного возраста. К управлению часто допускают только по прямой мужской линии от основателя семьи, но могут быть исключения для принятых в семью мужья-дочерей, вплоть до смены фамилии. Всем членам семьи выделяется безусловный доход содержания. Кровное родство без личных качеств не дает доступа к управлению. Глава семьи или клана обладает меньшей властью во внутренних делах, чем у традиционной аристократии. Принимая во внимание, что указанные семьи или кланы, связанные общими интересами, проектами, родственными связями и принципами, получилась очень монолитная, замкнутая система, живущая по своим собственным законам, не связанная ни с одним государством и действующая в отношении национальных законов по принципу «если не попался, то можно не соблюдать эти местечковые выдумки». Власть представителей иудейского проекта основана на власти закона, в скобочках банковский кредит, общего для всего мира. Пока большая часть стран соблюдает его принципы, считая кредиты обязательными к обслуживанию, всегда можно за счет поблажек заставить большинство задавить меньшинство. В основе лежит банальный расставщический механизм, с которым все знакомы с детства благодаря книге Белых и Пантелеева «Республика Шкит». До тех пор, пока абсолютное большинство стран мира не проведет национализацию, запретив любые выплаты и получения по старым кредитам, а также не запретит иностранные инвестиции, эта система будет существовать. Собственно, не только ФРС была создана руками этих семей или кланов, но и современное лоскутное политическое одеяло национальных государств, благодаря романтическому геополитическому идеализму. Здесь в кавычках. 14 пунктов Вудро Вильсона по итогам Первой мировой войны. Бернард Барух, годы жизни 1870-1965 годы, был одних из творцов победы на выборах и советников этого президента США. Если бы в мире было только несколько сильных стран и все, то для них не было бы проблем договориться и обрушить мировую банковско-долговую систему, обнулив большую часть активов. Дождаться таких действий от пары сотен стран на грани чуда. Небольшие поблажки и плата за охрану творят чудеса. Приближенные до последнего момента будут стремиться сохранить власть ростовщика, страшась стать свободными и потерять свой статус в сложившейся иерархии. И да, в отличие от очень многих квазиэлитных структур, банкирско-ростовщическая элита никому ничего доказывать не собирается. Не устраивает светских раутов, искусственного выпячивания богатства и ярмарок тщеславия. Вот я думаю, они делают шоппинг в Милане, покупают бриллианты в Антверпене и что там еще было. А, вечеринка в Сан-Тропе.